Доброе утро, друзья. Я специально ничего не дал в видео. Думаю, пусть стоят жрут во время съемочки, потому что они орут, как и вон петухи кукарекают, когда хотят, а эти орут, когда тут стоишь и разговариваешь. Поэтому, думаю, накормлю и с вами сделаем то, что хотел сделать. Ну, а тех я заткнуть не могу, правда, не могу заткнуть, поэтому орут без перестанку. На-те, на-те. С одним из прав. Справился. Ну, пожалуйста. Знаете, я сейчас хочу перенести моих курочек пуховых в этот загон. Я не хотел их, и сейчас не хочу их держать в этом загоне, но я еще не вычистил в том загоне. Я вам говорил, что я их хочу посадить вот сюда, где сидели индюки. Но, как бы, да их и сейчас можно посадить, они будут грестись там, где индюки сидели, все выгребали, ну, как бы, но, думаю, нужно повыгребать, побелить загончик, а потом пересаживать. Но, почему я их хочу затянуть сейчас в сарай, а не когда здесь уберу, потому что, потому что на улице уже холодно, а там, где они сидят за гаражом, там, ну, земляной, пол грунтовой, а курочки достаточно, знаете, такие, ну, как бы, очень-очень, как сказать правильно, восприимчивы к, ну, температуре окружающей среды. И сразу начинают болеть. Они такие, знаете, слабенькая птичка сама по себе, и чуть что сразу-то чихает, то еще что-то. Поэтому хочу их занести в сарай, потому что тут, ну, как бы, деревянный пол, и, ну, как-никак, все равно в сарае все-таки потеплее, и им тут будет получше. А уже потом, как подготовлю тот загончик, уже перегоню их туда на зимовку. А пока посидят там. Почему я их хочу занести? Потому что они не садятся на насест. Если бы они залетали на насест, там, где они на улице сидят, там есть насест за весь сезон, даже просто днем, чтобы постоять на досточке, вот, например, как этот петух, они ни в какую не хотят. Поэтому, поэтому я их буду сейчас заносить. И еще, знаете, опять сейчас кто-то меня не поймет, потому что думают, что, как бы, мне надо больше, больше и больше, но это не так, больше мне не надо. У родителей научился такой же противнючий голос, как и у, как и у обоих папок их, его, да, непонятно, кто его, папка этого петуха, ну, пищат одинаково все втроем. Молодец, молодец. Мне позвонила одна женщина, ну, я не знаю, я не выставлял на продажу, ну, как бы, вот этих вот цыплят сейчас, ну, как бы, давно, ну, цыплят, вообще цыплят не выставлял сейчас. А позвонила и говорит, типа, а у вас нету на продажу каких-то карликовых, но она мне спросила цветных каких-то цыплят, я говорю, ну, каких цветных, что я могу продать из цветных, говорю, у меня нет цветных, у меня есть бентамки, говорю, это обычные курочки, только, ну, как бы, уменьшенного вида в размере голубей. И она говорит, что, ну, ладно, типа, я возьму три курочки и петушка, поэтому, гля, вы что, вообще чокнуты, еще и между собой начните драться. Поэтому я сейчас, как бы, вот уже управился, сейчас пойду паковать посылку, и там, где находится отделение почты, вот она подойдет к почте, и я ей продам три бентамочки и петушка. Петуха не отсюда буду брать, там два петуха снизу бентамочных, а на том дворе у меня есть один, зачем он там нужен, и вот будет как раз с курочками. Короче, продам три курочки и петруху, вот так, очень я доволен. Если кто-то будет, ну, думать, что о себе, глянь, глянь, с подтяжка, с подтяжка, глянь, глянь валенки, вот это еще безмозглое, еще и между собой. Ой, видно, наверное, не первый раз, я только вот обратил внимание, вот этот кидается, гляньте, он сломал себе, у него был очень длинный клюв, и вон он, наверное, трескал, грязное, а может, то не грязное, а ну. Гляньте, как будто кончик клюва, да? А он, не, он там на месте висит, но, наверное, надломил чуть-чуть. Бьются валенки. Короче, вот так, продам три бентамки и петушка бентамку. У меня здесь 10 курочек, у меня останется 7. А, знаете, они настолько... Гляша делает. Да, точно, сломал ему клюв, глянь. Глянь, гляша делает. О! Просто сумасшедшие, да? Жили, жили, жили. Такие были спокойные, когда вот здесь, они вот здесь на столе жили, не шевелились полгода. Потом выросли, стали крикливые, а теперь еще и стали бить друг друга. Точно сломал ему клюв. Вы видите? Вот так ему справа хук в клюв, и у него перелом челюсти. Придурки, честно. Я извиняюсь. У меня останется 7 курочек. Кому кажется, что это мало, это не так. Две... Боже, в один голос. Две курочки оставлять, например, да? Даже вот так, как женщина сейчас возьмет троих, и на следующий год у нее будет миллион. Они по 5 раз за сезон сядут. Реально по 5 раз, и будет миллион цыплят. Так что жалко. Нет, абсолютно не жалко. Очень даже доволен. Если кто-то захочет, еще продам. Ну, вот так. Ну, а сейчас вот сюда перетянем... Перетянем этих... Пуховых курочек. Там, конечно, тоже... А, кстати, у нас был с вечера немножко... Немножко в ночь был дождь. Но на поле проверили. Проверили, и там толщина мокрого слоя 4 сантиметра. Короче, дождь лил хорошо, но земля не намокла абсолютно. Сейчас едем по зерно, ну, сегодня едем по зерно, и завтра, если уже больше не будет дождя, то поедем сеять пшеницу, как и планировали. Тут я повыгребал, ну, вычистил у них, но очень сложно их отучить, все равно ходить под ту стенку. Поэтому, знаете, много из вас написали, что они ходят под ту стенку в туалет, потому что вон там светится, да? Типа отверстие с улицы. Но если вы именно за то отверстие говорите, что, ну, стена драная, и оттуда дует холод, и они туда ходят в туалет, тогда почему они ходят вот в этот угол больше, чем в этот, где холодно? Вот это непонятно. Поэтому, как бы, тут я с вами еще, ну, могу не согласиться, что именно по причине того, что оттуда дует, именно поэтому они туда ходят. Нет, это не так. Просто какой-то обормотик сразу, как только их сюда поселили, сходил под ту стенку, Теперь там пахнет, ну, навозом, и все, их уже ни в какую оттуда не отговорить ходить. Но там я вычищаю, каждый день чищу у них с той стороны, а здесь не чищу. Вот здесь уже такая прям капитальная кучка, ну, как бы, отхожая. Вот видите, ну, что я ей могу сделать? Единственное, как ее уговорить не ходить в тот туалет, это продать. Так что вот так. Все, пойдем сейчас переносить. Короче, все, есть чем заниматься, пусть занимаются, а я пойду курочек ловить. Вот такие вот дела. Короче, тут красота, я не знаю. Мне тут все нравится. Я на поросятчик смотрю, они все хорошенькие, кругленькие, ну, гля, укусила большая, зараза, маленькую. А, гля, а тут поросенок падает. Оп, та шо ж вы делаете, гля, сколько дней прошло, а они все равно бьются. И подойти нельзя. Ну, вот так. Так, тут тоже все хорошо, эти все утятки ровненькие. Так как на улице прошел дождь в дворе, ну, как бы, все-таки это утиный двор грязь, то если изначально несколько, ну, неделю, несколько дней назад я уже подумывал о том, чтобы кого-то из них выпустить туда во двор, то сейчас такое желание у меня отпало. Будут тут сидеть, пока самые меньшие не станут вот такими, а потом будет видно. Ну, точно так и с теми уточками, которые там, точно так пока посидят в запертии. Крылышек у них пока нету, поэтому никого никуда убирать пока не буду. Ну, вот так. Вот такие вот дела. Ну, а мы пошли с вами переносить курочек. Тут цыпочки вон под курицу лезут, поели-попили. Ну, молодцы. Вот так. Вот так. А эти, видите, тут как бы насест есть такой вот прям до самого верха, но они вообще никогда на него не садятся, вообще даже не видел, чтобы хоть раз кто-то на первой вот ступеньке стоял просто в течение дня постоять. Нет, никто туда не лезет, ни у кого такого желания нету. Ночуют, как они ночуют? Вчера вечером пришел, ну, уже по темному, воды поменял. Ну, видите, сколько с вечера пили до утра, чуть-чуть. И поставить воды. И как вы думаете, где они ночуют? Это знаете, почему вот я сейчас решил их перегонять? Потому что вот вечером я заметил вот этот вот момент. Петухи. Петухи собраны вот здесь в кучке в уголку. Ну, представьте, здесь сетка, там ночью бьет дождь, холодно, и они на голой земле, да? И, конечно, сюда и опилки подсыпал сколько раз, но, скажу вам честно, тут не вычищал за сезон, ну, ни разу. Как бы у них сухо, о чем тут, ну, что тут вычищать, ничего не делал, да, девки? А курочки все до одной вот там в гнезде. То есть, понятно, что они замерзли, да? Ну, как бы по-другому нельзя сказать. Поэтому, думаю, ну, уже ночью, как бы я их не буду перетягивать, перетянем их днем. Сейчас мы их туда посадим. Они сейчас не несутся. Пропоем их, ну, сейчас-то я им поставлю эту воду, которая у них стоит, а потом уже буду менять там и пропою их антибиотиками. Курочки сами по себе, как бы такие, знаете, ну, предрасположены хватать болячку, потому что это, ну, как бы не, как сказать правильно, не их среда обитания, вот что им холодно, мне кажется, и они чуть что сразу чихают, чуть что сразу чихают, и, ну, с ними нужно заниматься так аккуратненько. Поэтому я их пропою витаминками, пропою антибиотиком. Ну, знаете, даже просто метронидозольчиком пропоите несколько таблеток в воду, такая профилактическая пропойка, и пропою обязательно как-то диастатиком. Можно еще пропоить адглистол, но это нужно не вот так сразу, как бы все в одно время, да, а вот так растянуть на месяцок, чтобы уже в зиму они были, как бы, полностью здоровы, проглистованы, всякие там болячки отсечь от них, ну, и уже пусть сидят, как бы, до весны, да, молодежь, молодежь, а ну. Давай, пушиночка, такая хорошая, 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 хорошая пушиночка. Все, вот так возьму сейчас парочку штук, потом вас оставлю. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, девочка. Толстенькая какая, черненькая, иди сюда, иди, оп, и эта толстенькая, а вот, хорошенькая девочка. Видите, глазки светленькие, но сухой, это значит, что птичка здорова, и под хвостом тоже суха. Это очень-очень важно, потому что первое, как, ну, проявляется любое заболевание, это такие прижмуренные глаза, сопливый нос, понос у птички, ну, и все тому... Ой-ой-ой, сейчас я рыжую курочку потеряю. Вы куда залезли? Вот так. Этот загончик для них привычный, но, я же говорю, зимовать будет им лучше в дальнем углу, потому что, открывая дверь зимой, то, как бы, ну, как вам сказать, открывая дверь зимой, то сразу сюда обдает таким холодным воздухом, и это не очень хорошо, при том, что они находятся на полу. Все, я вас тут с ними оставляю, а я пойду, ну, по две, по три сейчас быстренько перенесу. О, по-три сейчас быстренько перенесу. Субтитры сделал DimaTorzok А тут Петруха, который бездумный пришел к девкам заигрывать, а у них свои кавалеры. Иди! О боже! Иди! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта курочка черненькая, какая-то мелковатая. Вот проглистовать будет самой правильной пропойкой первую сделать. Потому что визуально они не болеют, но проглистовать нужно. Проглистовать и сразу кокцидиоза дать. Глистовать буду либо мизолом, а от кокцидиоза любым кокцидиостатиком. Толтрококс, байкокс или кокс. Что у вас есть? Я пропаиваю толтрококсом. У меня толтрококс. 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 Раз Два Ой-ой-ой Все, еще чуть-чуть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а вот петушок Вот как раз он правее ушел Вот это петух Вот с правой стороны Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так Этот загончик привычный Ну, вот такие вот тут дела, друзья Тут получается Вроде 9 курочек 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 курочек и 4 петуха Нет, значит тут 10 курочек Потому что тут 4 петуха Два Два взрослых Вот этот и вот этот И молодой Вот этот и вот рыженький Да, 10 курочек получается 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Так Что не так? Что у меня с математикой не так? 4 Ну, правильно, все Все правильно Вон одна И вот 9 курочек Все, теперь тут будет еще звонче Потому что 4 петуха вернулось Конечно, хотелось бы продать и этих молодых петухов И те Вон Кутя там полез И вот этих петухов, которые постарше Вот И там еще рыженький по улице бегает Получается, что у меня 4 лишних петуха О, яйцо сожрали Оп Смотрите Хоп-хоп Со скорлупой Вот такое тоже могут Могут учудить Нужно одеть назад О, смотрите Нужно надеть Эти Очки Справились Молодцы Все, ребята Всем большое спасибо за просмотр Тут сейчас водички нужно долить Всем хорошего дня И всем пока-пока